Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мне 31 год в сложных ситуациях, вгоняя себя в еще большие проблемы. Второй раз наступила на одни и те же грабли. Это две истории с разницей в 12 лет, но они очень похожи. В 18 лет я поступила в УС, через несколько месяцев умер мой папа. Мне нужно было придумать, как платить за обучение. И я открыла интернет-магазин. Продажи шли хорошо, покупатели были довольны. Все было прекрасно, пока я не взяла кредитную карту, а затем кредит. Затем еще один кредит, чтобы перекрыть предыдущие. В итоге я оказался в таком большем минусе, что пришлось продать бизнес и еще несколько лет работать в найме, чтобы расплатиться. В 30 лет я в декрете с двумя детьми. Неожиданно заболевает муж. Он в больнице, я с детьми дома. Снова открываю бизнес. Снова довольны покупатели. Я была уверена, что он всегда усвоил урок с кредитами. Но история повторилась. Вляпалась в то же самое, по той же схеме. Как только появляются деньги, я должна их потратить как можно быстрее. Накопить или приумножить, не при меня. И рассказать об этом никому не могу. Даже мужу и подругам. В детстве мама на любую проблему реагировала так болезненно, что нужно было ее успокаивать. Будь проще молчать и решать все самой. Вот до сих пор молчу и решаю. Но теперь проблемы создаю себе сама. Что со мной не так и как это исправить? Ну, исправляется это аноним, конечно, через психотерапию. Вот. Вам нужна психотерапия. Вот. И, соответственно, в процессе будет это все проговариваться, прорабатываться и так далее. Вот. На самом деле, это единственная форма, которая вам поможет. Что касается ситуации в целом, то я думаю, что здесь есть несколько моментов. Вот. Во-первых, мне показалось, что у вас очень сильно наручены личные границы в смысле того, что когда вы находитесь условно в каких-то ограничениях, а вы не замечаете своей неудовлетворенности, то есть в ситуации, когда вас кто-то, например, обеспечивает или кто-то вам помогает, вы ограничиваете некоторые свои потребности. ага, мотивирует это тем, что, ну, я же, говорите вы, не могу вот себе позволить там что-то, потому что, ну, это же другой человек меня обеспечивает, не я же сама это дело. Вот. А когда у вас появляются же собственные деньги, как будто бы те ваши потребности, которые вы себе зажимали, дают о себе знать и вы, в общем и целом, начинаете их уже стараться реализовать, да, и удовлетворить. А обратите, пожалуйста, внимание на то, что не в первой ситуации, не во второй ситуации, вы не говорите, как вы вообще, собственно, пришли к тому, чтобы вы открыли, ну, то есть, что вам вообще было нужно, в чем вы вообще нуждались, чтобы взяли кредит, чтобы все было хорошо. в первую ситуацию. Дальше. Эмм, невозможность, какая-то вот невозможность, эмм, ну, иметь деньги, да, то есть, история, когда, 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 деньги, по сути, что называется, жгут руки, буквально. Эмм, это вот история, эмм, про то, что вы денег недостойны. Ну, и, эм, в целом, некое, это, такое отношение к деньгам, которое, скажем так, вызывает определенные вопросы у вас. Поэтому, возможно, дело здесь в том, как, эм, в принципе, вы относитесь к деньгам, как вы их, эм, воспринимаете, и, эм, как вы себя чувствуете, когда становитесь самостоятельными. Быть может, вы боитесь самостоятельности, вот, боитесь и опасаетесь ее, потому что привыкли, эм, быть зависимы от кого-то. Сначала от мамы с папой, потом от, эм, мужа, вероятно, вот, что, когда это происходит, вы просто стараетесь осознательно этого избежать. Эм, думаю, что если вы будете независимы, то, эм, никому вы будете не нужна, и, и, ну, мужчина, там, грубо говоря, да, вас бросит, к примеру. Вот. Разные могут быть истории, разные, разные могут быть детали, но суть остается вот сутью. Поэтому нужно смотреть, эм, вот, это. Нужно это, эм, исследовать, и, вот, я думаю, что, э, тогда будет несколько, ну, более понятно. Что касается того, что вы научите и того, что ваша мама реагирует, вот, так как, ну, так как реагировала на проблему, то, вот, я думаю, что это, конечно, тоже, э, прорабатывается, это, вот, тоже, э, э, скажем так, э, э, корректируется, вот. Э, э, не вижу в этом, честно говоря, э, какой-то, такой, знаете, особенной прямо сложности, вот, потому что, ну, понятно, что, э, у вас, э, 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 ну, закреплё, э, закрепилась, э, поведенческая модель, вот, определенная поведенческая модель у вас закрепилась, э, как, конечно же, и вы, вот, э, э, значит, эту поведенческую модель, э, продвигаете. Не особенно при этом вообще задумываясь, насколько она эффективна, да, может ли она вообще вам, э, помочь и так далее. И, в принципе, э, э, я вас понимаю, я понимаю вас, вот, ну, это, э, тоже, корректируется, здесь, э, достаточно просто заметить на самом деле. А, вот, чего вам, э, чего вам хочется, да, когда, ну, вы, э, когда вы сталкиваетесь, вот, э, э, с такой, э, ситуацией, вот, достаточно просто, ну, обратить, э, внимание, на это. И я думаю, что, э, если вы, э, заметите, вот, э, некие, э, свои, э, чувства, э, которые у вас, э, ну, которые у вас есть, да, которая у вас присутствует, вот, в том числе, например, какая-то, допустим, злость на маму, например, да, например, вы злитесь на маму свою. Вот, и я думаю, что если вы, ну, допустим, сами себе, например, вот, признаетесь в том, что на маму вы злитесь, если вы сами себе признаетесь в том, что если у вас, ну, условно, какие-то претензии к маме своей, ух то вот, то я думаю, что выразив это и прожив этот момент, я думаю, что вам будет, ну, легче, вам будет проще, опять же, вот. Хотя, сейчас конкретно, конкретно, вот, может, так не казаться, то есть, сейчас конкретно вы можете думать совсем иначе, на мой взгляд, вот, я думаю, как-то так можно вам ответить, вот, я бы не сказал, опять же, что что-то с вами не так, да, я бы не сказал, что, когда вот это неправильно, вот, просто нужно, ну, немножко больше внимательности к себе, вот, сейчас у вас, смотри, внимательности к себе нет, вот, ну, как будто бы, как будто бы нет, вот, потому что, ну, вот, как будто бы вы себя тут игнорируете, вот, по какой-то, ну, по какой-то причине, вот, нужно обязательно посмотреть, что это за причина, да, то есть, вот, и даже дело не в причине, а просто вот научить вас, научить вас себя не игнорировать в этих аспектах, вот, и прислушиваться к себе, ну, и восполнить в какой-то степени, да, вот тот условно пробел, да, вот, что слепое такое, слепое такое пяночко, вот, которое представляет из себя возможность делиться и травмированность, болезненным реагированием вашей мамы, да, на, ну, какую-то проблему вашу, вот. Я думаю, я думаю, это так, я думаю, что при некотором подходе к этому, при системном подходе к этому, я думаю, что эта проблема решится, вот, ресурс у вас есть, да, воля тоже есть, вот, ну, не просто, немножко подкорректировать представление о себе и заметить, вот, те чувства, которые у вас, в принципе, ну, всегда с вами были, вероятно, вот, как-то так, я думаю, такой ответ вам можно дать, вот, надеюсь, что это было интересно и полезно, всего самого доброго, удачи!